Транзит с двумя пересадками застрявший в КНР туристы из России вылетели домой. 28 апреля 2019 года, 22. Сергей Гусаров, Анастасия Румянцева. Ситуация с российскими туристами, которые застряли в аэропорту Гуанчжоу в ходе транзитного перелета из Таиланда и Индонезии в Москву, разрешилась. Россияне вылетели домой, рассказали в генконсульстве в Гуанчжоу. Дипломаты уточнили, что сообщение от группы из 27 российских путешественников поступило утром 28 апреля. У них не было транзитных виз, необходимых для осуществления внутреннего перелета в Китае. Дипломаты обратились к миграционным властям китайского города, и уже вечером российским гражданам выдали необходимые документы. Ситуация вокруг группы российских туристов, застрявших в транзитной зоне аэропорта Гуанчжоу в КНР, разрешилась. Об этом заявили в Ростуризме. По информации ведомства, в сложную ситуацию попали 27 человек, которые приобрели билеты самостоятельно у авиаброкеров. При покупке билетов их не предупредили о правилах прохождения транзитной зоны. На данный момент, по информации Ростуризма, ситуация разрешилась, приводит РИА новости заявления ведомства. В генконсульстве России в Гуанчжоу пояснили, что российские туристы направлялись с транзитом через Китай. Однако выбранный ими рейс Гуанчжоу, Москва осуществляет техническую остановку в еще одной локации на территории Китая, городе Юхань. Китайские миграционные власти рассматривают такой перелет как внутренний рейс, который требует наличия транзитной визы. Ранее от Таши Генконсульства Григорий Калышкен рассказал РИА новости, что обращение поступило от пассажиров рейса из тайландского Пхукета, а также индонезийского Денпасара. Отмечается, что сотрудники генконсульства связались с представителями миграционной службы Международного аэропорта города Гуанчжоу и выяснили обстоятельства вынужденной задержки российских пассажиров. Генконсульство направило на то миграционным властям Гуанчжоу с просьбой оказаться действия в оформлении транзитных виз. По заявлению ведомства, к 17 часам обращение было положительно рассмотрено и всем туристам оформили транзитную визу. Кроме того, китайская сторона приняла решение о бесплатной замене авиабилетов до города Урумчи на рейс CZ6884, который сегодня же в 18.50-13.50 МСК вылетел в Г. При планировании путешествия нужно проанализировать все нюансы, касающиеся как правил перелета, так и визовых ограничений. Согласился вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Гарин в беседе S.R.T. По его словам, ошибки обычно совершают самостоятельные путешественники, которые не учитывают необходимость транзитных виз, когда самолет совершает промежуточную посадку. В этой ситуации, конечно, виза необходима. В любом случае всю эту информацию можно уточнить у туроператоров, турагентов, при самостоятельном бронировании. Правила есть везде, сказал Гарин. Эксперт подчеркнул, если путешествие организовано в рамках туристического пакета, туроператор должен позаботиться обо всех вопросах, связанных с визовыми формальностями. Более 2,5 тысячи туристов на Хайнане. В декабре 2018 года более 2,5 тысячи туристов из России застряли на китайском острове Хайнане задолго туроператора «Жемчужная река» перед перевозчиком. Изначально застрявшими на острове считались несколько сотен туристов, однако сроки оплаченных туров истекали и число пострадавших от действий туроператора «Росла». Также по теме. Хамское отношение к туристам. Почему сотни россиян не могут вернуться с Хайнане? Компания «Райро» уже во вторник начнет вывозить российских туристов, застрявших на курортном китайском острове Хайнань. Сотни россиян. По мере развития события Ростуризм исключил компанию «Жемчужная река» из Единого федерального реестра туроператоров. Для разрешения ситуации несколько сотрудников ведомства срочно направились на Хайнань, а в Минтрансе состоялось срочное совещание. В итоге туристов несколькими рейсами вывезли с Хайнания в разные города России. В период с 8 по 21 декабря отечественными авиаперевозчиками, а также с привлечением механизма экстренного вывоза туристов за счет средств Ассоциации Турпомыш было вывезено 2709 туристов в города Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Томск, Чита, Казань, Уфа, Челябинск, Самара, Хабаровск, Красноярск и Москва, отмечалось в сообщении пресс-службы Минэкономразвития и Минтранса России.